ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я забыла сказать, она не любит мясо. Приготовь ей лучше рыбу. Ну, или котлеты. Я перезвоню. Подожди. Скажи ей, что я люблю её. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Совершенно секретно. Начальнику спецотдела, генерал-лейтенанту Подгорному. Приказываю. Срочно создать отдел, аналогичный расформированному в 90-е годы, спецподразделению, укомплектованному сотрудниками с паранормальными способностями. Привлечь к формированию отдела его бывшего руководителя, полковника в отставке Сомова. Присвоить отделу кодовое название объект 11. Кодовое название объект 11. Знакомьтесь, Александр, сотрудник внешней разведки. Здравствуйте. Здравствуйте, господа. Здрасте. Прошу вас. У нас новое дело. В своей квартире застрелена Светлана Васильева, сотрудника Института политики и традиций Запада. Но она также являлась и сотрудником внешней разведки. Илья и Саша, выезжайте на место преступления, чтобы не терять время. Нам хотелось бы ознакомиться с материалами дела. Прошу. Спасибо. Нам нужны материалы дела. Это, по-моему, сочинение на тему, как я провел это лето. Это все доступные материалы. Работайте с ними. И еще. Любая информация которую вам удастся выяснить должна быть немедленно предоставлена нам. Никаких ключевых решений без согласования с нами не принимать. Я так работать не могу и не хочу. Успокойся, Стэр. Успокойся. Я вернусь, мы поговорим. Чисто, как в музее. Чего такое? Химия какая-то обработана. Пошли отсюда. Мы попали под раздачу, Андрей Андреевич. О чем ты говоришь? О деле Васильева и об СВР. Они ведь не хотят, чтоб мы нашли убийцу, так? Не хотят? Но это странно, мне как раз казалось наоборот. Они специально попросили меня, чтобы я поручил это именно вам. И попросили аж... Пожалуйста. Да, с этим даже в сортир не сходишь. Их человек приходит, не называет ни имя, ни фамилии, ни должности. Вместо материалов дела дает вот это. Но кажется, если ты просишь о помощи, то это предполагает доверие какое-то, да, или... Не кипятись. Ты же ведь знаешь, кто они? Шпионы, которые не хотят выносить ссоры из узбы. Которые вернулись с холода. Петь, пойми, для нас сейчас стратегически важно раскрыть это дело и не поссориться с ними, несмотря ни на что. Понимаешь? Я не раз убеждался, что ваша команда способна творить чудеса. Так вот сейчас я прошу, на этот раз, особенно, явите чудо. Спасибо. Представляешь, куда я ездил, да? Была одна головная боль раскрыть преступление, теперь появилась вторая. Правда, более сложная. Не поссориться с внешней разведкой. Пожалуй, распутать дело будет проще. Да. Наши уже приехали. Да. Петр Алексеевич, ну это подстава. Никаких улик, никаких следов. Вот коллеги из внешней разведки постарались. Зря только в Рим потеряли. Спокойно, спокойно, я понял. Нам необходимо все вещдоки, которые проходили по делу. Конечно. Но только у нас в здании. Выносить нельзя. Я буду вам ассистировать. Пожалуйста, следуйте за мной. Прошу. Вы не могли бы нас оставить? Нет, нет. Все происходящее по инструкции должно происходить. Выйдите, пожалуйста, из комнаты. Ну что, приступим? Угу. Подержите, пожалуйста. Пожалуйста. Да, я забыла сказать, она не очень любит мясо. Приготовь ей лучше рыбу или котлеты. Я перезвоню. Нет, подожди, скажи ей, что я люблю ее. Ань. Ну как? Получилось? Мне кажется, она ведь говорила о каком-то ребенке. Илья, может, попробуешь? А, сейчас. Так. Ну, здесь все понятно. Билет, Москва, Берн. Ух ты! Дорогая ручка. Нескромно жила. Убитая. Она передавала какие-то документы начальству. А что ты проделал на работе? Не знаю. Не могу разобрать текст, но рядом с ней какой-то человек. Похож на кавказца. Это что-то. Ого! Опа! Тоже самый кавказец. И у них далеко не рабочие отношения. И это он подарил ей эту штуку. И еще записка от васгена. Васгена? В Москве найти проще, чем Ивана. Сейчас, подождите. Слушайте, фигня какая-то. Что? В предыдущих видениях на ней всегда кулон. На груди, а здесь нигде нет. Сейчас главное для нас найти этого васгена. Наверняка, если они были близки, ну, во всех смыслах, то он многое смог бы нам рассказать. Ну, сделаем запрос по поводу васгена. Они не ответят. Вот, если бы мне прислали человека, информированного, ну, я бы с ним поработал. Ну, это идея. Алло! Это Сомов. Вы знаете, не могли бы вы прислать нам консультанта, он ответил бы на некоторые вопросы, но, конечно, не нарушая безопасности. Спасибо. Спасибо. Пришлют. Добрый день. Я готов ответить на все ваши вопросы, разумеется, не на все, а только на те, которые касаются на... Стоп! Вот ты и попался. Кто такой Вазген? Вазген Бораташвили. Работает на нас. Рита, выясни адрес. Вазген Бораташвили. Да, Вазген Бораташвили. И выезжайте к нему. Проводила внутреннее расследование. Искала двойных агентов. И, судя по всему, нашла. До конца не знает никто. Большая часть информации исчезла. И последний вопрос. Как вас зовут? Денис Смирнов. Спасибо. До свидания, Денис. До свидания. Угу. Понятно. Ребята, у нас максимум минуты две. Посмотри кулак. Коричневая пуговка лежала на дороге. Я смогу описать убийцу. Видел лицо. Отлично. Поехали. Живо оставаться на местах! Ребята, тихо. Все свои. Объект 11. Чтоб завтра же был отчет. Отчет будет после того, как будет экспертиза. Так что все в ваших руках. Поехали. Никто не замечал ее в коричневой более. Вот, Петр Алексеевич, как-то так. Уголовная, может. На двойного агента никак не тянет. Так что пробейте его по милицейской базе. Добрый день. Вот ваш. Сидельников Виктор. Где был второго числа в четверг? Глину месил. Тебе вопрос задали. Отвечай. Ездил в дельфинари корешу на свиданку. Дельфинари это СИЗО, кажется, да? Где-то под Псковым. Все точно, начальник. Если ты врешь, тебе легко проверить. Проверяй! Он второго числа действительно был в Абскове на свидание. Я это точно знаю. Его дружок-то его и сдал. Может, про пятого тоже знаете? Пятого числа они оружие закупали. Мы его со второго числа пасли неотступно. Я его дни поминутно знаю. Не отвертся теперь. Даже на пару часов не мог это учиться. Пулю в лоб повернулось. Исключено. Если на слово не верите, у меня все отчеты есть. Могу переслать. Для меня это не проблема. Сидельников Виктор. 1976 года рождения. Грабежи, нападения, изнасилование по малолетке. В общем, жуткий тип. Но самое главное, что у него есть железное алиби. Бред, бред, бред. Какой-то бред. А может быть, Айджи... А ты не ошибался? Нет, Петр Алексеевич, исключено. Я уверен, это он. Да, но соседка действительно описывала Сидельникова. Значит, значит, дело в чем-то другом. В чем? Это все грим. Кто-то приклеил нос, полностью загримировался, чтобы все думали, что убийство совершил не он, а другой человек. Например, уголовник Сидельников. А под гримом кто? Бесцветный, невзрачный мужичок. Серая мышь, без возраста. Прям какой-то шпион, Петр Алексеевич, получается. Невзрачный, тихий, незаметный. Стреляет метко. Позвоним-ка мы. Алло, разведка? Не разбудил? Это Сомов. А-а-а, бдительно, понятное дело. Дело в том, что Васильеву Ивазгена убил человек в гриме. Да, загримированный. Одним словом, нам нужны досье на всех агентов, которые чаще всего используют подобную технологию, то есть грим, в своей работе. Спасибо. Спасибо. Пришил. Ну так, все. Можно по домам. Завтра на сколько? Завтра, ну, часика в одиннадцать. Надо же и поспать все-таки. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok И связи нет. Открывай машину, она выходит вся такая из себя. Я говорю, можно вам помочь? Такого насмотрелся. Звонила Люся, жена Петра Алексеевича. Его арестовали ребята из внешней разведки, обвиняют в убийстве. В общем, бред какой-то. Чего-чего? Кого, Сомова, что ли? Разрешите, товарищ генерал? Давай. В чем меня не обвиняют? Снимите с него наручники. Снимите наручники. Свободны? Ну что, опять я втянул тебя в дело? Я задал вопрос. Я добился, чтобы тебя передали нам по стражу. Я привел тебя в свой кабинет, а теперь будем разбираться. Чаю хочешь? Ну что скажешь? Ну где ты был в восемь утра сегодня? Черт, черт, я все понял. В лифте застрял. Подставили, понимаешь, как пацана подставил. Слушай, ты же опытный человек, ты прекрасно все понимаешь. А у них свидетели, целая улица. Это же все в метро происходило. И люди точно описали тебя. А, Андрюш, ну, ну ты-то понимаешь, что… Да я-то понимаю, Бетя, я понимаю, я все прекрасно понимаю. Но у этих людей свои инструкции. А это труп их агент. Ну и что мне теперь делать? Плохой расклад. Да уж хорошего мало. Хорошего мало. Ну что, готов? Обожаю это делать. Что? Ты что видел? По дороге расскажу. Фу, блин, тупик. Все же понятно, что тот, кто грим сделал под Сидельникова, сейчас загримировался под Сомову. Даже я это понимаю. Аня, свидетели это не убедит. В восемь часов утра около метро Таганское совершено дерзкое преступление. Полковник ФСБ Петр Сомов пристрелил неизвестного. Его не смутило присутствие множества свидетелей. Ну и все в том же духе. Я свяжусь с людьми из разведки и постараюсь что-то выяснить. Как ты себе это представляешь? Кому ты будешь звонить? Куда? Что ты будешь говорить? Да нет, надо просто самим поехать туда. Угу, поехать. Встать с плакатами и освободить из Сомова, так что ли? Ну и что ты предлагаешь? Мы все понимаем, что Сомова подставили. Значит, мы на правильном пути. Просто кто-то хочет выкинуть нас из игры. Сомова выкинуло. А теперь там. Ε Лицо видела? Да. Человек ничем не примечательный накладывал грим. Усы, морщины. Он сегодня улетает из Шереметьево. Найти в Шереметьево человека, который уже загримерован по другому человеку, ну это бред, это невозможно. Я видела адрес. Смоленская набережная, дом 5. Квартира? Нет. Ну, хотя бы подъезд. Первый или второй. Илья, Аня. Поехали. Я не уверена. Аня на китай. Подождите, все останьтесь, могут звонить из рассвета. Какой подъезд она сказала? Первый? Второй? Вроде первый. Двинули. Аня, от греха подальше. Сиди в машине, ладно? Ум – вау. Взграй в машина. Ум – вон. Ум – вау. Похorum. Ум. Ум – вау. Вау. Ум – вау. Ум. Сиди в машинах. – Алло, Илья. – Да. Я его вижу, он здесь. Понял тебя. Спокойно, спускаемся. Пока. Вы кого-нибудь ищете? Нет. Бой на землю! Быстрее! Что ты сказал? Спокойно на землю, вы меня знаете! Мне терять нечего, а? Дверь открывай! Дверь открывай! За руль садись! Лежать! Я один люблю деньги! Чё ты сказала? Что? Что здесь было-то, а? Ты в порядке? Ну что, будем молчать? Язык проглотил? Лучше говорить с нами. С минуты на минуту будут люди из внешки. С ними разговор намного жёстче. Я не понимаю, в чём проблема. Сдать его внешней разведке и всё! Ты забываешь, что у нас ничего против него нет. Никаких доказательств. Квартира чистая, улик нет, свидетелей тем более. Он это прекрасно понимает. Ну, если она дальше будет так, запираться, то придётся идти и вам. Это понятно. Где тело Львова Андрея Сергеевича? Ты ведь по его документам хотел улететь? Ну что ж, на самолёт до Берна ты уже опоздал. Времени на разговоры у тебя достаточно. Да и мы никуда не торопимся. Лучше поговорить со мной, о чём? Не остаться? Я справлюсь. Я знаю, кто вы и что умеете. Тем проще нам будет. Чёрт. Вот чёрт, а. Шустрый парень. Надо вызывать скорую. Иначе мы не вытащим Петра Алексеевича. Ты права. Да, может быть серьёзная травма. Чёрт. Да, состояние не очень. Может быть, кровозалияние, может быть, что-нибудь еще. Довезем, посмотрим. До свидания. Как очнется, дай знать. Да, Люся. Нет, пока результатов нет. Да ты не волнуйся, мы что-нибудь придумаем. Хорошо, как будет известно, я тебе перезвоню. Давай, до связи. Что ему нужно было в Бёрне? Я думаю, ничего особенного. Просто приехал, выполнил свою работу и… все. Васильева тоже летала в Бёрн. Даже корешок от билета сохранила. А что там в Бёрне? Или кто? Дочка. Значит, флешка может быть у девочки. Но без Пети мы сейчас не узнаем, у кого она находится, чтобы обеспечить ей безопасность. А заодно, Анатолий Викторович, и флешку у неё поищем. Давайте к его боксу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где он? В боксе. Его там нет. Как? Нет. Быть не может, но он же без сознания. Есть другой выход. Там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Васильева раскрыла двойного агента, он ее убрал, но она умница. Согнала всю информацию о нем на флешку. Так. И теперь он эту флешку ищет, чтобы себя обезопасить. У вас Гена ее не нашел. И теперь будет искать и убивать, искать и убивать. Но там же никого не осталось, он всех уже перебрал. У кого она могла быть, никого же не осталось. Девочка. Девочка. Точно. И точно то, что она в опасности. Николай. Ну что там по дочке Васильевой? Да что ты. Ну ладно, я понял. Понял, понял. Давай. Нашла разведка дочку Васильевой. Сажает в самолет. Скоро будет в Москве. У школьной подруги Васильевой была в Бермне. Ага. Но живца ловить будут. Девочку жалко. Да, жалко, особенно если учесть, что крыса где-то под нос. Андрей, а я сейчас вот о чем подумал. Что ты подумал? Я со своими людьми мог бы легко его взять. Мог бы он ее взять. Я тебя взял под собственную ответственность. Ты сможет сказать головой поручился, что ты не выйдешь из здания. Ты даже в кабинете моем сидеть не можешь. Взять бы он ее мог. И вот руководил все. Петр Алексеевич. О, Петь, привет. Петр Алексеевич, а как? Вы что, сбежали что ли? Да. Как тебе удалось все уладить? Да никак. Соскучились? Петр Алексеевич, а вас больше не все меня обвиняют. Меня обвиняют, к сожалению. Удалось уйти, образно говоря, через черный ход. Да чего об этом? Как у вас? Ну, в общем, мы взяли преступника. И его опустили. Он собирался вылететь в Берн, видимо, хотел добраться до дочери Васильевой. Дочь Васильева летит сейчас сюда, в Москву. И через два часа приземляется в Ш-2. Ее будут встречать из внешней разведки. Проведут отдельным коридором, как особо важную персону. И я считаю, что преступник будет там. Мне, как сами понимаете, перед внешней разведкой появляться не стоит. Поэтому Саша, Рита, Илья и Лен захватите. Вперед. Жене-то позвонил? Да. А когда? У меня нет никаких распоряжений на ваш счет. Значит, вы плохо осведомлены. Звоните своему, узнавайте. До тех пор мы никуда не уйдем. Рита, он здесь. Ты его видишь? Нет. Он будет подниматься по лестнице в торце здания через минуту. Хорошо. И если через минуту я не появлюсь, бейте тревогу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стой! Стой, где стоишь? Руки подними. Руки! Добрый день. Будьте добры сумочку. Задержитесь на одну секунду. Привет. А как тебя зовут? Ксюша. Ксюша, у тебя такая игрушка красивая. Можно я посмотрю? Я сейчас отдам. Спасибо. Пожалуйста. Флешку ищите? Пожалуйста. Я доложу о вашей неоценимой помощи. Ну наконец-то пообщаемся. Ай,а-а-а-а! Какие-нибудь новые ощущения появились? Хорошо. Теперь можете говорить имя,фамилия. Мы, Григорий Вагренков. На кого работаете? На тех, кто больше платит. Ты уже едешь? Да, он у нас. Мои ребята привезли его. Считай, что это наша сатисфакция. Его уже Романов допрашивает. Васильева получила задание разоблачать двойных агентов. Я не мог этого позволить. Пришлось срочно убрать. Какое отношение к вам имеет Виктор Сидельников? Сидельников. Фотографию Сидельникова. Когда увидел, понял, что идеальный вариант. Уголовное прошлое, запоминающееся внешности на свободе. Загримироваться под него было просто. Убил Васильеву без проблем легко. Позже, оказалось, что она сливала информацию на флешку. Ну, пришлось убрать и ее напарника, Васгена. Флешки с ним не оказалось. Девочка, дочь Светланы Васильевой, это был последний шанс. Когда вы вошли в дело, я понял, что действовать надо по обстоятельствам. Откуда вы о нас узнали? У вас что, есть осведомители во внешней разведке? Конечно. Я не один день не люблю. Имя осведомителя? Илья Бис. Смирнов. Расслабьтесь, я закончил. У меня все. У меня все. Что было? Что? Я что-нибудь говорил? Что это? А что так пренебрежительно? Что это? Не самый плохой коньяк, между прочим. А если ты про это, то это распоряжение о представлении к наградам. Тебя и твоих людей. Только наградами этими хвастаться не надо, а медаль лучше спрятать. Я счастлив тогда. Ох, и гаванюк этот их. Воронков, говорить даже противно. Но справедливости ради, надо сказать, что профессионал был классный. Гримёр, слышал? Так это двойник Бориса Николаевича Ельцина в своё время. Да, вот именно. Как он это делал? Молодой же был парень ещё совсем. Даже близкие, знакомые. Бориса Николаевича не могли сразу распознать двойника, но просто в ноль. Потом Ельцина шёл в отставку, и он работал на разные спецслужбы. Гримировался под разных людей. Ведь его обычно привлекали только в экстренный случай. А как ты понимаешь, экстренное это практически всегда сверхсекретное. Да ладно. Кто больше платил, на того и работал. Собственного лица нет, нет и совести. Ну что, за тех, кто в карауле? КОНЕЦ 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 КОНЕЦ